такой короче замечательный автомобиль audi a6 c7 с литровым мотором замена здесь грэма у нас вот я снял моторчик да потому что место в целом вот если мы смотрим здесь мотор то грубо говоря заканчивается он примерно вот тут место-то сзади дофига я думаю что можно было бы наверно не снимать но мне проще так не так он сложно снимается мотор а зато работать удобно для работы нужен вот такой вот набор и вот его кодик так первое на первое что надо сделать пока еще автомобиль у нас собраны это отключить аккумулятор я покажу и на всякий случай где находится аккумулятор вот так вот крышку заднюю поднимаем так вот этот крышку зацепляем поднимаем этот ручки на ней не нашел нас под этой под этим под полом у нас есть аккумулятор аккумулятор отключили когда выясняется что руль у нас не блокируется вот потом уже после всех этих дел я когда уже с машины выбрался здесь вот взял просто привязал руль к ручке ну чтобы он не не сделал лишний оборот и здесь это вот улитку внутри не повредить надо обязательно сделать вот это раз и два три чтобы снять кулису вот эту а ее надо снять она здесь держится на четырех гайках вот раз два и спереди три четыре ну соответственно же проводочки отключите как бы ежу понятно но вот откручиваем четыре этих когда она внизу так у нас имеет возможность свалиться вот здесь вот находится вот под этим вот тепловым экраном и он просто вниз сваливается сюда вместе с коробкой и на этом все как перейдем как обратно коробку запихать туда нужно чтобы он был на месте потому что у меня его под зажало там значит чтобы снять кулису нам нужно снять пепельницу вот пепельница просто-то вставлена и здесь вот два не винта скручиваются вот один-второй это я в обратном порядке рассказываю чтобы снять пепельницу вытащить чтобы нужно снять вот это вот управление климатом спрячь и проводочки чтобы она мешал управление климатом держится просто тут две клипсочки и соответственно две клипсочки она там вот у нас сидит мы и сбоку вот такой лопаточкой подцепляем тут тут все она вылезла очень просто вырезает собака суту очень просто да она там еще такая крепление вырезают вот эти две фишечки я снял кстати фишки снимаются следующим образом короче сначала вот эту херню красную нужно выдвинуть и потом только нажать сюда на тут на кнопочку можете на выдвинуться за 1 вот она там так должна быть задвинутым потом подцепляешь сюда вот так вы доски то потом можно на кнопку нажать вот и значит убираю в сторону на проводах все теперь я могу пепельницу вытащить и самым первым делом нужно снять вот это вот консоль держится также на 4 клипсах спереди 2 и сзади 2 здесь точно так же просто подцепляем и вытаскиваем отключаем все провода чтобы снять ее ручку тут нужно повернуть вот эту херовину поворачиваем и она замок открывает закрывает снимается очень просто все пить когда у нас курица уже будет болтаться внизу тогда мы выходим аккумулятор у нас уже отключен выходим завязываем руль чтобы не провернулся предварительно выставить надо колеса ровно чтобы при обратном монтаже не запариться и все дальше пошли разбирать под капотом и снизу также если по какой-то причине мой друг оставили коробку в паркинге и с включенным аккумулятором нужно аварийно грубо говоря снять с паркинга тогда вот здесь спереди есть эта кнопочка на тут нажимаем эту вниз эту вверх и переключаем вот здесь нажать покажу как это сделать с собранным салоном не разбирает так вот и как значит снять аварийная экстренно с отключенным или севшим аккумулятором с паркинга берем эту пипелку так руками вытаскиваем отсюда поставить там такая вот основа и здесь здесь лючок отверточка лично подцепляем и видим там вот подроски вот тут кнопочку кнопочку нажимаем так вот она там нажата вот я нажимаю и опять таки другой рукой тут и переводим уже в необходимом положении там может быть поролоновый утеплитель в этом куски видны его его может быть надо будет пошевелить пошерудить если он там неправильно может установлен чтобы добраться до этой штуки ну опять таки все это делается вот так вот отверточкой ну с ручкой тут тоже конечно не обошлось без приключений значит тут есть штифт в котором вот есть отверстие за которые собственно мы поднимаем а на ручке будут механика смысле кнопку когда мы нажимаем опускаем происходит такое движение и вот этим вот не знаю как правильно называется вот этой штукой он туда его двигает и хреновин это должно быть внутри здесь когда я ручку вытащил там все это дело ослабло и теперь мне не поставить обратно грубо говоря мне нужно чтобы установка происходило вот таком положении так я не могу 1 руку этого сделать и если его под вытащить то вот в таком положении в открытом он здесь останавливается грубой вытаскивать надо так но если я дальше его еще вытащу тогда она отсюда значит вывалится там придется потом на место ставить весь механизм вот короче говоря вытаскиваем ручку вот на такое вот расстояние и тогда демонтируем либо потом уже нужно будет ее вытащить я свою очередь снимал вот эту крышечку крышечка держится у нас здесь 1 2 3 4 и 5 вот эта часть которая сюда открою надо соси тяжело выходила то есть я тогда уже все четыре это от челку хода потом уже отогнул немножечко и там подобрался вот к этому к этой защелке кнопку у нас выдвинута змеюку я эту пытаюсь надеть надел о все кнопка если вы про то возвращается значит она все на месте если кнопка обратно нажали и него не возвращается обратно то значит что у нас вот этот штифт в белый белый ту ось не попал потом там ну и теперь надо вот эту штуку здесь замок повернуть хопа вот тогда тут так открыт . больше не выпадает оттуда еще раз вот ручка вот . вот так она ставится еще на месте а снимал я его сначала отсюда потом отсюда это защелка здесь осталось я немножко отогнул и отверткой отцепил все так еще тут одно было замечание кардан здесь просто просто на шинцевой вот он то есть здесь снимаем хомутик и он на этих шницах просто выезжает никак не закреплен в центре он прикручен на подвесном подвесной подшипник и сзади у нас вот такой вот шрус прикручен но когда все дело раскрутил мне кардан было не вытащить там надо было достаточно длинное расстояние чтобы выдвинуть кардан когда так сильно не сгибался тут его было некуда деть и в конечном итоге решение было значит следующие вот эту просвердил давай технических отверстия одно тут одно тут и просто через эти отверстия но чтобы не снимать все этих защиты и просто приспустил подрамник подрамник приспустил сантиметра наверно на вот там вот видно на 2 может быть и короче и тогда вот здесь появилось место и кардан вылез чтобы открутить маховик вот здесь от стартера недостаточно возьмите нам отверстие нам нужно по тему теплообменником снять крышечку пластиковую снимаем теплообменник снимаем крышечку и там будет отверстие чтобы откручивать маховик хотя что касательно коробки вот этот теплообменник который снизу мешался снять его нужно было сразу пока машина висела наверху в таком положении мне пришлось его помучатую чтобы снять вот собственно сам этот теплообменник про который я говорю который нужно снять под ним будет пластиковая крышка который вот так отсюда не видать и там надо будет открутить 6 по моему полцов чтобы маховик отцепился от коробки короче говоря надо снять карабас есть еще один момент болты алюминиевые вот и я понимаю они одноразовые по крайней мере на обучение от zf мы ездили и там объясняли что эти алюминиевые болты надо менять больше ничего тут хитрого не было хватит я так полагаю так стопы теперь полосе сейчас подвяжу туда чтобы она не падала может чуть-чуть приподними еще и пожалуйста короче далее тут значит клапанные крышки снять потому что так это все выглядит на более старых моторов у них по-другому были крышки задние устроены цепные там не надо было клапаны снимать клапанная крышка тоже у меня открутил ну как бы тут такого ничего хитрого нету пока что все стандартно все нормально теперь иду сюда смотрим распредвал тут у нас в метке тут у нас в метке балансир у нас в метке вот там ответная часть твд в этом отметная часть есть так что касаемо инструкции по установке грэма тут как бы все достаточно понятно цепи всего две все очень доступно я вот значит видео снимаю так и вот еще схемка крутить мотор как себя можно только по часовой вот здесь у нас крутил в коленвал фиксатор проверяем что оно действительно не крутится вот оно не крутится все значит метка верно так на всякий случай метка коленвала находится вот там вот под этой крышечкой то есть вот у нас поддон сливная пробка масляная и там вот эта пробочка которыми открутить откручивается она вот здесь между рейкой и подрамником сделать это нужно сразу потому что потом когда мотор будет снять будет неудобно что касательно герметиков использовали изначально я использовал я изначально виктор рейнс вот таких вот банках в тюбиках но почему-то потом мне разонравился как-то слишком часто стали момент моменты проявляться когда он тетет потом перешли на эллинг вроде вопрос с протеканием уплотнений про правому как бы ушел но тем не менее со временем перешли вот на такие вот такой рекомендует бнв вот такой рекомендует volkswagen ваг группа так-то в целом вообще это одно и то же вот поэтому сейчас я использовал вот этот этот когда закончится буду использовать вот этот надо учитывать что сохнет очень долго самые долгие по высыханию вот эти эллинг сохнет быстрее виктор рейнс охнет еще быстрее но виктор не понравился также у нас имеется вот такая вот краса который к стартеру генератору силовые провода она же тут у нас подходит к вентилятору и начинается вот это вот распределенная коробка под лобовым стеклом не надо тут ничего мучиться под лобовух открутил все это дело из-под локера здесь вытащил и вот это как вместе двигателем его и снял так вот силовые провода так вот проходят здесь они откручиваются здесь эта коробка стояла вот таком вот месте этот тепловой экран находился вот здесь тепловой экран находился здесь снял я его и это жгут проводов содержения содержимое коробки вот это вот которая здесь уже под лобошом находится это находилась вот там единственный минус что пришлось вот эту трубку отсыпать что провода вытащить ну и собственно там же мозги находились которые валяются мне сейчас там где-то под машиной как бы все получается трубку отцепили жгут проводами сюда в сторонку эту под низ ну и болты открутил бы по большому счету все кондиционер не получилось у меня снять обычный просто насос откручиваю и вместе со шлангами сторону убираю но тут некуда его убирать пришлось пришлось аппаратом скачивать газ вот и вся история